Всем привет, меня зовут Дмитрий Шимко и в данном ролике я хотел бы рассказать о людях, рожденных 8 числа любого месяца. Вообще, восьмеркам хотелось бы уделить отдельную, целую диссертацию написать, скажем так. Я за восьмерками наблюдаю особенно пристально на протяжении последних 20 лет, и для меня эти люди до сих пор остаются, надо сказать, загадочными. Но при этом в целом я понимаю их принцип жизни и суть их, скажем так, мышления. Ну в целом, хотя они и остаются загадочными. Я называю этих людей аналитиками и белыми воронами. Вот два основных тезиса. Почему аналитики? А восьмерки, да, бывают люди, рожденные 8 числа, с врожденной интуицией, плюс к тому числу, влияние которого имеет основной тезис как аналитика. Но в основном эти люди мыслящие, думающие. Восьмерки всегда взвешивают за и против. Чего бы они ни сделали, они тысячу раз отмерят и только один раз отрежут. Это точно так. Эти люди постоянно погружены в себя, включая расчеты, вычеты, соразмерность разных путей развития, сценарии в своей жизни. Для восьмерок это основная парадигма жизни. Это и есть их жизнь, взвешивание и расчет. Второй тезис. Белая ворона. Это очень интересная черта. Я когда общаюсь с клиентами, у которых есть родственники или спутники жизни, или коллеги восьмерки, когда я им рассказываю про белую ворону, они только-только начинают понимать, когда я им об этом говорю. То есть сопоставляют то, что они и так уже знают о восьмерках. Как это обычно выглядит? Вообще восьмерки люди необычные. Они принимают форму того, с кем они находятся. То есть, например, попадая в какой-то коллектив, восьмерка становится своим парнем или девчонкой. Но восьмерки это делают осознанно, понимая то, что они на самом деле не такие, как вы все. Но если они не будут такими, как вы, то восьмерку никто не поймет. Именно поэтому восьмерка становится частью коллектива достаточно быстро. Или в личных отношениях, в личных любовных отношениях, например, восьмерки также принимают форму своего спутника, либо спутницы жизни для того, чтобы казаться таким же простым смертным. Но, я думаю, большинство восьмерок со мной согласится, что это отнюдь не так. Проходит какой-то эпизод времени, год, полтора, два, и восьмерки все равно становятся теми, кем они являются на самом деле, а это необычными людьми вне коллектива. Сколько я видел восьмерок, работающих в коллективе. Казалось бы, они являются звеном в какой-то цепи, но при этом идут по какой-то своей, отдельной своей дорогой. Также и в личных отношениях. Часто получается у них океан непонимания, потому что, когда они выходят из этой роли пластилина, то есть принятие формы человека, они становятся самодостаточными, самим собой. Восьмеркам очень трудно понимать других людей. Очень сложное восприятие, у них очень сложная психосоматика в целом. Также и восьмерок очень сложно воспринимать. То есть иногда, общаясь с человеком 8-го числа, не сразу понимаешь, особенно если он не влился в твою форму, что он хочет до тебя донести. Это необычнейшие люди, особенно для меня, например, самый загадочный тип личности, это люди, рожденные 8-го июня. То есть это усугубляет раздвоенность, расстроенность за счет еще зодиака, то есть близнецов. Это просто пример. Вот эти особенности очень важны. Аналитический склад ума преимущественно. И второе, это белая ворона, позиционирование себя в обществе. Если же брать в целом, то я-то как раз думаю, что восьмерка вполне себе самодостаточна, хотя эти люди как будто бы с другой планетой прилетели. Им приходится тут под нас, под всех подстраиваться, так сказать. Но подстраиваться они, надо сказать, достаточно успешно. Особенно в работе, особенно в деньгах. Потому что я думаю, что у восьмерок единственная проблема в жизни – это личные отношения и семейственность. Это одержимость для них. Так как они с самого раннего детства знают, что ни с деньгами, ни с карьерой у них проблем не будет никогда. Вот у них это зашито в голове, программа эта зашита. Эти люди достаточно самоуверенные и напористые. Чаще эти качества находятся внутри их. Они спокойно могут высказывать свою точку зрения, вообще не думая о том, кто им что там может сказать. Но как-то так получается, что этих людей сама судьба поднимает на самый верх. Они занимают высокие должности. Они добиваются нереальных результатов самореализации. Невозможных результатов, казалось бы, для простых смертных. Но при этом, находясь на этой вершине, они чувствуют себя настолько тривиально и спокойно, что не понимают, почему окружающие этому удивляются. Это абсолютно нормально. У них так работает матрица, на самом деле. Такая магия числа 8. Как мы знаем из азов-нумерологии, 8 это число власти и денег. Но, собственно, они, как правило, и соответствуют этим параметрам. Я, кстати, знаю по практике, точнее, встречал людей деструктивных 8, которые добиваются власти и денег совсем нестандартными путями. Паразитируют на людях, или каким-то криминалом промышляют, или иждивением каким-то. Но надо помнить, что 8 это кармическое число. И воздаяние будет в виде граблей по лбу достаточно серьезным, если 8 идет поперек своим заложенным параметрам числа. Поэтому восьмерки все само придет, если они не будут торопиться. Восьмерки делятся на два типа по материальным и статусным благам. Это первая часть жизни до 40 лет и вторая. Я, как правило, встречал восьмерок, которые ранее, рано начинают заходить в статус достойный, в деньги. Во втором участке жизни у них может несколько рассыпаться. Это пирамида, выстроенная ими же самими. Но они там переходят уже впоследствии, в более зрелые годы, на какой-то другой уровень. Но, собственно, уделять карьере и деньгам восьмерки, я думаю, особого смысла нет. Они всегда в достатке. Как правило, высокое положение в обществе занимают. Что их стимулирует в этом? Например, в достижении какого-то большого статуса. Это конкурентная борьба. Причем конкуренты – это не открытая вражда, а это как бы борьба с самим собой. То есть восьмерка знает, что есть кто-то выше его, и его это скорее стимулирует, чем этот человек для него является конкурентом. То есть он точно понимает, что он как минимум должен достигнуть такого статуса и такого качества жизни, доказав самому себе, что да, я могу это сделать. Вот тогда мобилизует все самые мощные рычаги характера восьмерок, и они стремятся наверх. Хватка у них, конечно, железная. Если уж они займут какую-то нишу или какой-то пьедестал, они вряд ли его кому-то отдадут впоследствии. Но при этом, как правило, не мешают другим жить. Восьмерка, я повторюсь, самодостаточное число. Живут сами по себе, могут помочь кому-то, но особо не участвуют в чужих жизнях. То есть, как правило, озадачены своими амбициями. Это правильнее будет сказать. Материальные ценности к ним сами плывут в руки, об этом я тоже сказал. Но что еще тут важно сказать? По поводу, наверное, личной сферы. Вот здесь я хотел бы уделить этому внимание особое. Как я уже и сказал, у восьмерок есть все. И они знают, что у них это все будет. Все, кроме личной сферы. Вот эта тема для них загадка. Я по практике знаю восьмерок очень много. Особенно в личной сфере и среди клиентов часто общаюсь. И мужчины, и женщины. Им важнее, чем личная жизнь и быть с кем-то рядом. Для них нет ничего. Вообще ничего. Никакая карьера и деньги не сопоставимы с тем, что для них является наиважнейшим. Это быть с кем-то рядом. Несмотря на всю свою самодостаточность, восьмерки, повторюсь, принимают форму человека, который с ними. Например, женщины-восьмерки очень часто живут с мужчинами, которые им не подходят. Ни по совместимости дат, ни по энергопотенциалу. Как правило, им попадаются такие диктаторы, деспоты. Но женщины-восьмерки и мужчины-восьмерки самые последние будут выходить из союза. Они очень редко становятся инициатором разрыва отношений. Они будут терпеть все. Потому что понимают, что как сложно они к этому пришли, к этим отношениям. И как они их не хотят потерять. Опять-таки, стерпятся, слюбятся, как говорится. Бывают просветления. Трезвые мыслящие восьмерки начинают что-то осознавать. Но так как восьмерка сам по себе знак бесконечности, они бегают по кругу своих мыслей. То есть, так или иначе, возвращаясь к той точке, что выходить из союза нельзя. Я часто разговариваю с восьмерками, клиентами. Те, кто еще не обустроили свою личную жизнь. Это очень парное число. Несмотря на свою, повторюсь, самодостаточность, они и в 40, и в 50, и в 60, и в 70 лет, и в 20, и в 15, не поверите. Озадачены своей личной сферой. Для них это наиважнейшие критерии в жизни. И очень редко разводятся. Чаще они разводятся или расходятся, когда этот союз ранний. В 18 лет, ну до 25, скажем так. Эти союзы могут быть неустойчивы, но любой разрыв отношения для них настолько болезненным, что могут уйти в глубочайшую депрессию. Среди восьмерок, так же, как и среди четверок, кстати, больше всего депрессивных людей, пессимистов, ну я бы назвал скорее реалистов. Это внутренняя депрессия. Восьмерки вряд ли будут с кем-то делиться своими мыслями и своими проблемами. Они все решают самостоятельно, договорившись с самим собой. Это очень важный момент. Восьмерки, как правило, конечно, и выбирают себе и мужчина, и женщина пожестче партнера. Потому что восьмерка все-таки нуждается в некоторых ограничениях. Восьмерка никогда в жизни сама не будет никого ограничивать, но она себе позволит ту роскошь, чтобы ограничивали ее. И чем жестче и деструктивнее будет рядом партнер, тем комфортнее становятся восьмерки. Там даже не важна будет духовная сторона, как у семерок в контакте с партнером, со спутником жизни. Там важнее будет нужность. То есть восьмерки сами себя будут даже в этом союзе загружать обязанностями, которые, казалось бы, им не нужны. Это не их тема. Это очень важно. Восьмерки – это настолько необычные люди. Я, конечно же, хотел бы тут минут 30-40 еще поговорить по восьмеркам. Но я понимаю, что у меня есть некоторый лимит времени, так чтобы слушатель не уставал. Но я думаю, что основные тезисы я уже раскрыл по восьмерке. Поэтому, если у вас будет что добавить, я буду безумно рад вашим комментариям, вашим оценкам. Откликнитесь восьмерки, пожалуйста. Появился ли у вас отклик от этой информации? Ну, а тем, кому эта информация показалась малой и хочет еще и получить и прогноз по своей жизни, приглашаю вас на личную консультацию дистанционную. В описании к этому видео есть все мои контакты. Пишите. Меня зовут Дмитрий Шинко. Пока. Мастер Таро Мастер Таро Твоя игра сплошное колдовство Кто вкладывает в руку мне? Мастер Таро Мастер Таро Мастер Таро Не делай мне расклады на нее Ведь ей все равно Твоя игра одно сплошное зло Мастер Таро 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 Кто вкладывает в руку мне перо Мастер Таро Мастер Таро Мастер Таро Мастер Таро Мастер Таро